Продолжение следует... Продолжение следует... Путь войны, кровопролитие. И живете в этом. Ну, все равно же какой-то должен быть лучик света, какое-то спасение, избавление. И Бог послал своего Сына, который умер на Голгофском кресте. Умер, но и воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аллилуйя. А поскольку Иисус Христос воскрес, то здесь, на земле, среди этого беззакония, среди этого мрака, среди этого греха, в чем погружено человечество, кровопролитие и слез, создано Божье Царство, создано Божья Церковь. И вот интересно, друзья, что вот аналогии, которые в Священном Писании, ну да, с чем сравняется Божья Церковь. Много есть, но одна из них – это корабль. Это ковчег. Корабль, который плавает на поверхности моря или там, допустим, как водниной потоп. Так вот, у меня такой вопрос. Скажите, вот если водичка, вода грязная, мутная, и она через пробоину проникает в корабль и грозит ему, что он утонет, это плохо? Ну, конечно, плохо, но если корабль, то есть церковь или душа, если проникает, ну, о чем Писание говорит. Вот смотри, я даже прочитаю буквально несколько стишков, где Христос говорит, что на земле будет уныние народов, это он говорит, это будет перед его пришествием за своей церковью. Будет уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Это не просто море, это человечество, это народы. Они вошумят, возмутятся. Перед этим он говорит, что войны будут, и будут слухи военные. Но вы не переживайте, не бойтесь, это будет на земле. Ну, так человечество избрало себе такой путь. На земле это будет, это будет происходить. И люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Это то, что происходит, друзья. Не только происходит там, откуда мы выехали, на Украине. Это страх на всех народах, потому что все понимают, что это может загореться вся земля. Вот в ядерной войне. Люди в ожидании страха бедствий, грядущих на вселенную. Но, говорит, вы не бойтесь. И дальше, говорит, и тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великою. Теперь вопрос. Море вошумит и возмутится. У меня такой вопрос. Какая разница, вот если в корабль, в пробоину проникает мутная, бурная, грязная вода. Она утопит корабль. Утопит. А если проникает спокойная, чистая, кристальная вода, не мутная, не грязная, она уже не страшная, правда же? Ну, корабль же не утонет. Или как? Конечно, утонет. Какая разница, какой мир нас окружает. Или он бурный и страшный, или он тихий и спокойный. Но если мир проникает в твое сердце, в твою душу, в твою жизнь, если мир проникает в тебя, церковь, это одинаково опасно. Поэтому корабль, ковчег должен плавать на поверхности. Поэтому Иисус Христос и говорит, выйдите, отделитесь. У вас особая миссия. У вас особое предназначение. Вы свет, вы соль. Никогда не забывайте. Ты дорогая виноградная лоза. Твое дело приносить плоды, любви, добра, мира. Живи в этом. Не допусти, чтобы мир со своими страстями, своей ненавистью, яростью, вот, и злом вот этим, что он проник и заполонил твое и мое сердце, твое и мои души. Это очень опасно. Друзья мои, я эту проповедь готовил, ну, когда будет пасхальное служение, поэтому я вас так поприветствовал. Поэтому мое слово, оно будет привязано к Пасхе. Привязано. Иисус Христос, как вы знаем, Он воскрес и еще 40 дней являлся учеником. Он еще был на земле после своего воскресения, так что Он еще не вознесся. Мы даже еще не праздновали этот праздник. Являлся учеником, и поэтому я хочу как-то вот коротко, быстро, но предложить вам такую, как бы, ну, я назвал, ну, скажем так, схему или, скажем так, дорожную такую карту, дорожные знаки такие на нашем христианском пути, которые нам очень помогут. Вот что для христианина очень ценно и важно вот в его христианской жизни? Ну, что? Ну, чтобы, конечно же, один народ победил другой, чтобы Украина вышла победителем, чтобы Америка... Ну, что для нас очень важно? Мы хотим, чтобы на земле был мир, и это однозначно. Мы хотим, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Так говорит Священное Писание. Для этого совершаем молитвы за правителей, за начальствующих, чтобы нам вот так жить. Хорошо? И при этом не погрузиться в беспечность и в равнодушие. Матфея 28,5. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса, распятого его нет здесь. Итак, женщины искали Иисуса. Ангел об этом знал и сказал, я знаю, что вы это делаете. Ну, вот что он сказал? Говорит, его здесь нет, вы напрасно здесь его ищете. Моя проповедь называется, где найти его? Дабы они искали Бога. Бог определил людям жить на земле, определил пределы их обитания и говорит, чтобы они искали его. Не ощутят ли и не найдут их, хотя он недалеко от каждого из них. Бог недалеко от каждого человека, но он предопределил такой путь, чтобы человек его искал. И он обязательно его найдет. Но искать его надо там, где его можно найти. Потому что можно искать, ну, мы же знаем, как в быту бывает. Вот ищу я что-то, ищу, ищу, спрашиваю своей супруге, а там я что-то, какой-то порядок наводил, долго не пользовался. Вот, что-то мы вывезли, выбросили, значит, в мусор. Вот, а потом мне что-то понадобилось, я его ищу. Она говорит, так ты же его выбросил. Ну, надо же. А я столько времени потратил, чтобы это... То есть я искал то, чего нет. Вот. Можно искать то, что мне нужно, но не там, где оно может быть. И такое бывает. А можно, вы знаете, вот в упор. Вот, допустим, я не знаю, как у вас такое, у меня такое часто бывает. Тут, ну, только пример. Пример, говорю. Пытаю у супруги. Лида, где масло? Она как-то там в холодильнику на полочке, на второй лежит. Я открываю холодильник, смотрю, вторая полочка, всего полно забито, нема масла. Нету его здесь. Да ты там даешь? Нету. Она приходит, смотрит, да вот же лежит. Точно лежит. На второй полке, как и положено. Так что ж такое? Чего ж я его не видел? А не видел, потому что... Потому что, ну, как-то я по-другому его представлял. Может быть, в другой упаковке, другого цвета, другой формы. Да мало ли, что у меня было в голове, но я его не узнал. Я его не нашел. Так вот, друзья мои, ну, что касается каких-то вещей и прочее, то это такое. Нашел, не нашел. Это... А вот что касается, вот, Иисуса, Господа нашего, Бог предопределил людям, чтобы они искали. Искали Бога. Не ощутят ли и не найдут ли его? И он говорил в своем... Однажды в своей речи он сказал, ой, если бы я знал, где найти его. Смотрите, какой замечательный псалом мы поем. Я не знаю, или это мы поем, или это группа поет. Ну, очень хорошие слова. Я искал Тебя, Боже, в сиянии звезд, в полыхании ранней зари, в щебетании птиц, в белизне облаков, в виноградной лозе у реки. О, мой Бог, как найти Тебя! Как испить мне всю благость Твою! Дай мне крылья любви, чтоб пронзать облака, и с Тобою быть вечно в раю. О, если бы я знал, где его найти! Есть очень тоже хорошая песня, где автор смело заявляет, вот, Бога легко искать, Бога легко найти, и перечитает это то, это то, и тогда другая песня говорит, что рука Господня, она везде видна, твоя рука, она видна в улыбке детской, в мерцании звезд, сиянии дня и так дальше. Значит, куда бы я ни пошел, везде... Ну, да, это рука Господня. Понятно, если я, допустим, захожу в картину в какую-то галерею и нашел редкие картины известных художников, и наслаждаюсь этими картинами, то это же не значит, что я художника встретил, это же не значит, и что я с Ним знаком и с Ним общался. Поэтому, когда мы видим окружающий мир, красоту Божьего творения, мы можем восхищаться Его творением, Его мудростью, Его силой, Его могуществом. Но это не значит, что я Его самого нашел, правильно? Так вот, здесь речь идет о том, чтобы не то, что Его, что Его творение или Его мудрость, Его, значит, силу, а найти Его лично, самого, с Ним пообщаться. И вот об этом как раз и речь. Так, если бы я знал, где найти Его, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, я так Давид говорил, Исаия говорит, ищите Господа, ищите, когда можно Его найти, призывайте, когда Он близко. Так вопрос, где же можно Его встретить? Где Его можно найти? Первое место. Иоанна 20,11. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Потом мы знаем, что произошло. К ней обратился некто, и она думает, что это садовник, говорит, «Господин, если это Ты Его взял, скажи мне, где Ты Его положил, и я возьму Его к себе». Во-первых, обратите внимание на это сердце. Я назвал это первое место, где вероятной встречи с Господом. Это место уединения. Когда Иисус Христос сказал, что когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь и помолись Отцу твоему, который втайне, с тех пор ничего не изменилось. Ничего. Тайное место, место уединения, место общения с Богом за закрытыми дверями в прямом смысле или в образно, или в переносном смысле, что ты отвлекаешься, отключаешься от всего. Вот. Уединяешься с Богом, или ты идешь там по тропинке где-то, или ты за рулем автомобиля, или ты в доме в твоей комнате, где ты можешь уединиться. Но если ты ищешь общение с Богом там, когда тебя никто не видит, я не раз говорил и буду говорить. Друзья мои, вот этим уединенной молитвой определяется наше христианство. Там никто нас не видит, никто нас не проверяет, никто не прислушивается к нашим речам. Здесь мы можем и молиться хорошо, и другие, может быть, и пламенные речи говорить, потому что у нас есть зритель, потому что у нас есть слушатель. Это дает адреналин, это вдохновляет. Даже не надо быть христианином. Много ораторов в этом мире, которые упиваются своим талантом, своим ораторским искусством, когда выступают перед толпами, или певцов, или других артистов, способных людей. Они срывают аплодисменты, им это нравится, вот, и это дает какое-то, ну, я не знаю, переживание, приятное, или там что. Но когда ты наедине, никто тебя не видит. Вот. Вот там проверяется, действительно, как много у меня таких моментов в жизни. Как часто я это делаю, как часто я молюсь, уединяюсь, как часто я плачу перед Господом, радуюсь от общения с Ним, призываю Его в святое имя, когда никто за мной не наблюдает. Это очень важно. Мария стояла, вот обратите внимание на это. Ну, не мог Христос пройти мимо такого сердца. Это женщина. Писание говорит, что Иисус явился в Киеве, потом двенадцать, и потом Азамарию даже не упоминает апостолов. А почему? А потому что она вне очереди. А потому что она в самом начале. Он еще даже к Отцу не восшел, но явился этой женщиной. Этому любящему сердцу. Он не мог пройти мимо вот этой души. Причем, заметьте, если ученики рассуждали между собой, говорят, ну, а мы думали, а вот он уже умер, и это происходит. Нам, правда, женщины говорят, что он воскресен. Они не верят в это. Вы понимаете, не верят. Они разочарованы. Мы думали, что он восстановит царство израильское. Но, тем не менее, вот такое. То есть он уже не царь, он уже не мессия. Для них они разочарованы. А для Марии он Господь. Он остается Господом, мертвый. Мария говорит, я возьму его. Унесли моего Господа. Кажется, Мария, так какой же он Господь? Он же мертвый, он ничего не сделал, не оправдал надежду учеников, они разочаровались. А это не важно. А это для меня он Господь. Потому что у любви такое свойство. Она как-то, я не знаю, говорят, любовь слепа. Так вот, в данном случае это очень подходит. Ей не важно, что он мертвый. Ей не важно. Вы знаете, для христианской души, для человека, христианина, который верует в Господа, иногда может создаваться ситуация, когда он чувствует, что не отвечает Господь. Ну, не отвечает Господь, как будто он мертвый, как будто он спит, как будто ему дела нет до меня. И вот, один человек обижается, разочаровывается, перестает уже, да, что толку, ничего. Другой наоборот, мне все равно, отвечает он или нет. Я его люблю, я без него не могу. Я буду ему и молиться, я буду, хоть может быть, никакого ответа нет. Но, тем не менее, она не была обманута. Это место, как я сказал, это место номер один, место уединения. Там всегда можно встретить Господа. Скажите, аминь, если вы согласны. Второе место. Второе место, где, вероятная встреча с ним, ну, очень высока. Смотрите. В первой жизни, это Иоанна 20,19. Это второе место. В тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были запреты и запасеены от иудеев, пришел Иисус, стал посреди, и сказал им, мир вам. Вот ключевое место, я не знаю, что для вас это больше всего, значит, какие условия. Двери дома были заперты, да, интересно, прошел через двери, и опасения от иудеев, боялись иудеев, закрылись, ну, можно много еще. Для меня ключевое, где собирались ученики. Где собирались ученики? Ну, это собрание святых, это церковь. Как мы бы ни относились, от церкви очень много поется красивых песен, гимнов, «Люблю Господь, твой дом», это и перечисляется, это церковь из людей, искупленных тобой, люди, которые приходят первый раз, уверуют, приходят в церковь, они так и от церковь. И иногда, вот, когда мы слышим прекрасные песни, гимны, проповеди о церкви, так и хочется, ну, где же такую церковь найти? И вот, и некоторые начинают искать его, из церкви, церковь, переходят, ищут, вот такую, в конечном итоге понимают, что, ну, нету вроде таких, приходят в церковь, вроде как ангелы, потом побудут немножко, и те, и те, и те. Вот, сколько, если мы так перечислим, вот так, ну, так, между нами говоря, где нас, в жизни очень много и часто обижали? Так это, да, иногда это вот от братьев и сестер в церкви. Так что же такое? Так где же настоящая эта церковь, воспетая, невеста Христа? Почему в поместных церквях мы каждый раз как-то, вот, кто-то, на ком-то мы соблазняемся, кто-то на нас соблазняется, кто-то нас обижает, кого-то мы обижаем, и вот такое, обыкновенные люди, вот, сидят, вроде все нормально, но так по жизни вот такие вот происходят вещи. Вы знаете, я себе такую представил картину, вам хочу предложить. Допустим, что кто-то из вас вместе со мной как раз пришли тоже на то место, где собирались ученики. Христос еще не пришел, еще не явился, вот, они собрались, а мы так со стороны незаметно наблюдаем. И вы меня спрашиваете, вот, а что это за люди собрались? Их там 11, да, Иуды уже не было. Я могу, ну, примерно так рассказать. Ну, ну, что? Ну, вот эти вот двое, видишь, там, они хотели село спалить, их там не приняли, вот, ну, они хотели, чтобы их угостили, приняли, но их не приняли, вот, то они так рассердились, что, хотели, чтобы, дай огонь, мы сейчас всех попали, вот, спалить, хотели спалить. Значит, а вообще-то они между собой частенько выясняли, кто старше, кто больше, до спора доходило, между собой, выясняли, кто больше. А вот этих двое, видишь, один без бороды, а второй с бородой, вот, они, мама их привела, они просили, чтобы министрами быть у него, один хотел справа, другой слева, когда в царстве, вот, это вот такие. Ну, потом, а вот этот вот, отрекся, вообще, сказал, клянусь, клялся и божился, когда, значит, там во дворе, там женщина спросила, у него спрашивали, и он клялся и божился, что он не знает, не знает ихнего учителя, вот, вот это. Ну, можно еще много приводить примеров. Друзья, что я сказал бы не так этому человеку? Ну, что бы я ему сказал, что не так? Хотели спалить? Хотели. Спорили, кто спалил? Спорили. Вот, отрекся Петр, отрекся. Ну, все правильно. Но, все дело в том, что это информация, информация по-человечески, по плоти, это не то, что Бог сказал о своих учениках, учениках, что Христос открыл о них. Христос сказал другое. Говорит, вы сядете на двенадцати престолах, не бойся, малые стадо, Отец благоволил дать вам царство. Вы сядете на двенадцатом престолах, судите двенадцать колен Израилю. Ну, это дальше. Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли, приносили плод. Информация Христа о учениках была такой. Информация моя, допустим, вот такая. Когда я прихожу в церковь, А, еще один очень хороший пример. Очень хороший. Вот, смотрите, это в первой книге царства написано. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. В другой стихе говорится, ужасались. Вы знаете, это две армии стали напротив другой, израильская армия и филистимляне. У филистимлян был мощный человек. Голиаф. Ну, огромного роста, сильный. Он выходил и он насмехался. И вот об Израиле говорится, когда они видели его, потому что надо было, он предлагал сразиться с кем-то. Ну, читающие Библию, вы прекрасно знаете об этом событии. И Писание говорит так, об Израиле. Они, вот, три характерных слова, их реакция на, вот, это убегали, боялись и ужасались. Ну, появился молодой человек, Давид. Давид, он услышал, увидел это все. И, смотрите, его слово, как он говорит, как смеет он, вот этот необрел, этот филистимлянин, как смеет он так поносить, помните, что он сказал? Воинство Господнее. Не, ну, Израиль никак не напоминал воинство Господнее. Это, ну, скорее всего, стадо коз перепуганных, ну, или овец перепуганных, вот, которые только, как это вот, даже, даже на Давида обрушились его братья, что-то ты пришел тут над нами, типа, как насмеяться, вот, что-то в этом роде, потому что они сами понимали, что ни на каких они, воинов они не похожи, перепуганные, вот, не знают, как это все пережить и прочее. Но у Давида, а Давид смотрит по-другому. Откуда он взял что-то воинство Господнее? А потому что он знал, что Бог говорил о своем народе. И он взял именно вот эту точку зрения. Не то, что он видел, а то, что он от Бога услышал. А Бог называл свой народ всегда своим народом, воинством Господним. Аллилуйя! Слава Господу нашему! Так вот, мои дорогие друзья, зависит от того, мы приходим в церковь, и все зависит от того, вот, чью точку зрения мы берем. Или это суждение по плоти, или это суждение по духу. Суждение по плоти, вот такое, мы знаем друг друга, характеры, семьи знаем, как, что, мы все боремся, мы, конечно, стараемся победить, и все, ну, не всегда получается, но, вот такое. А есть точка зрения Бога. И Писание говорит, если мы кого раньше знали, если один умер, то все умерли. И Бог любит, объемлет нас, когда мы так рассуждаем. Мы умерли. Для чего мы умерли? Мы умерли для этого мира. Мы умерли, ну, не знаю, я, я украинец, но я понимаю, что я, я уже не украинец. Я не украинец уже. Я новое творение во Христе. Поляки, русские, украинцы, молдаване, иудеи, варвары, скифы, рабы, свободные, все без исключения, уже нет во Христе Иисусе таких наименований. Во Христе Иисусе новое творение. Новая нация, это христианин, это новое творение. Я не устану, это, это информация, которую нам дает Бог, дает Библия. Вы знаете, если бы эта информация вот вошла в сердце, тогда и проблем не было бы, которые сейчас, к сожалению, часто возникают на этих всяких вот почвах. Поэтому помоги нам, Господь, это усвоит. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Кто будет обвинять избранных Божиим? Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос умер, но и воскрес. Это второе место. Третье место, Христос в благовестии, я его назвал. Симон Петр говорит, иду ловить рыбу. И мы знаем, что там тоже явился Христос. Когда они ловили рыбу, там на берегу явился Христос. Ну, вопрос благовестия. Рыбаки, братья, я не призываю вас идти ловить рыбу, не обязательно, что вам там придет Христос на берегу. Благовестие или ловля рыбы в Писании Христос показал эту сторону как символ благовестия. Я вот смотрю, когда приезжают наши друзья молодые, вот, едут там, значит, вот, с Украины приехали, их остановить нельзя. Они готовы говорить еще, значит, и такое вот, что это было, что это происходит? Каждый раз, когда мы свидетельствуем людям о Боге, когда мы делимся о Боге, свидетельствуем о Христе, о спасении, Христос в этом пребывает, пребывает в этом свидетельстве, пребывает с нами, Он нас вдохновляет, и мы потом думаем, что это было? Почему я так, ну, так меня это вдохновляет? Я вот, когда был на Украине, вот, ездил, просто так, беседовал с людьми, беседовал о Боге, и все, и как-то после этого, ну, такое, ну, что-то непонятно, вот, переживание, приятное, сделал то, что должен сделать. Я думаю, мои друзья, мы, конечно, вот здесь у нас, барьер, языковой, нам труднее, но молодые, свидетельствуйте о Боге, рассказывайте о Нем, там обязательно присутствует Господь, Он там, это третье место, четвертое место, и сказали друг другу, Луки 24, 32, и сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Христос встречается в Писании, вы обязательно, мы Его там встретим, люди, те, которые углубляются в Слове, читают Слово, рассуждают над Словом, молятся, вот, с Библией, со Словом в руках, вот, потому что Христос сказал, исследуйте Писание, вы же думаете, через них иметь жизнь вечную, а они о Мне сведе, и не только о Нем. Когда мы рассуждаем Слово, я не знаю, ну, я же христианам говорю, разве вы не плакали, когда одно или другое место вас касалось, и вы вдруг начали, Господи, или оттуда начинают вдруг говорить, Бог из этих страниц, из этого стиха, и вы вот, Господи, ну, как же ты прекрасен, как хорошо, вот, понимаете, понимаете, конечно, поэтому, мои братья, сестры, не пренебрегайте Словом Божьим, читайте, там, это вероятная встреча с Господом, это четвертое и последнее место, Луки 24, 30, и когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, что такое преломленный хлеб, что такое ломимое тело, что такое драгоценная пролитая кровь, вообще-то преломленный хлеб, это символ страданий, это знак страданий, Христос в страдании, это место, где точно есть встреча с Богом, и песни об этом поются, и Писание об этом говорит, написано, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господне удостоились принять бесчестие, это не всем дается, это тем, которые удостаиваются принять бесчестие, поэтому мы поем такой псалом, когда беда ужасней, страдания больней, и когда грознее буря, и ночь длинней, темней, тогда Христос проходит по горе на земле, и является, является Он кроткий сиянием на челе, кому является тем, кто переносит страдания, если человек правильно реагирует, в самом начале я привел пример, что смотрю на пачку масла, и не узнаю, не вижу его, мои дорогие друзья, если правильно реагировать, правильно воспринимать, мы будем узнавать нашего Господа, будем узнавать его в Писании, узнавать его в церкви, встречаться с ним, встречаться с ним, и здесь, значит, когда переносится скорби, трудности, когда очень больно и тяжело, тогда особенно близко Господь, но при условии, если я не ожесточаюсь, если я не начинаю его обвинять, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да в явлении славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете, если злословят вас за имя Христово, вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, Бог почивает на вас, Дух Его почивает, когда вас несправедливо поносят, злословят или другие, страданий очень много, они разнообразны, Итак, я закончил, в скорби Господь тоже, значит, в уединенной молитве место встречи с Господом, первое, в собрании святых обязательно Господь здесь встречается со святыми, с теми, которые правильно реагируют, вот, в свидетельстве другим о Христе, в Писании, когда мы погружаемся в Слово Божие, и в скорбях, вот эти пять мест, запомните их, это места встречи с Господом, я закончил, но это еще не конец собрания, Аминь.